девушка просит не называть ее имени ей 21 год вопрос следующий как стать уверенной в себе читаю ее письмо немного предыстории пишет она корни зла проросли с детства и сейчас мешают мне жить я всегда была скромным ребенком меня даже прозвали божьим одуванчиком и такая наивная добрая девочка но старших классах стали возникать конфликты с одноклассниками меня обижали начались разногласия в тот момент я стала просто изгоем росла я довольно худенькой сильно комплексовала по этому поводу в мой адрес отправлялись на смешки я была гадким утенком теперь я стала большой девочкой выросла у меня модельная внешность и фигура постоянно слышу свой адрес комплименты меня приглашают на фотосъемки и много мужчин поклонников но тот ужас который я пережила подростком засел так глубоко кап слогам написано что никакие тренинги и уговоры не помогают я не верю этим комплиментом мне всегда кажется что я недостаточно восклицательный знак хороша постоянно сравниваю себя с другими девушками ощущение внутренней скованности неуверенности неприятия общества меня сильно терзают я хочу спокойно взаимодействовать с людьми не переживая панический ужас что меня осудят что у меня не получится соответственно складываются проблемные отношения личной жизни здесь меня мучает бешеная ревность и недоверия я догадываюсь почему как не убрать эти детские обиды и страхи я хочу жить в полную силу строить гармоничные личные отношения и карьеру наверное сама распространенная сейчас страха которым девушка пишет это страх я никому не нравлюсь меня никто не любит это первое это на самом деле родители так стараются нас всех воспитывать чтобы мы соответствовали внешним оценкам что-то приводит к состоянию аффекта вот у этой девушки внутреннее состояние аффекта самое главное что и нужно для себя сделать это прежде всего остановиться и начать себя прощать потому что не принимаю себя не нравлюсь по сравнению с кем-то не верю другим что к таковой что я уже не стану и первое что нужно сделать просто себя простить и принять это первое как бы не сопротивлялась потому что к сожалению социум сейчас заставляет всех нажить на внешнюю сторону это проще нет личности нет внутреннее осознание что я делаю зачем вот эта девушка говорит о том что вот она умирает каждый раз это ребенок которому мама или папа неважно говорит ты не соответствуешь я хотел такую а родилась вот такая я хотел мальчика родилась девочка я хотела такую послушную замечательную а у меня такая непослушная и каждый раз вот это отвержение ребенка подвигает на смерть и потом это становится нормой жизни внутренней паникой крайне сложно вот эмоционально слышать было это письмо но тем не менее поверьте это не не так ужасно как кажется единственное хотя бы 21 день нужно начинать посвящать себе каждый день утром час и вечером час смотреть на себя в зеркало и видеть не только но маленькой трехлетней девочки которую отвергали или у которой забирали куклу там или еще что-то не давали а видеть сейчас и понимать чтобы та девочка она смогла выжить и дала вам возможность сейчас так красивой и статной та которую замечают вы же не принимаете социум он же к вам повернуться вы не хотите расставаться с тем чувством потому что наверное где-то в глубине души научились получать удовлетворенность от боли опять повторюсь самая распространенная сейчас задачка такая когда человек долго над собой издевается а а потом ложится в предсмертных судорогах и у него такое блаженство по телу вот это внутренняя выгода которая не осознается и приносит такую болезненную сладость это такой мазохизм от который уже доставляет удовольствие мы рождены на этой земле для того чтобы получать удовольствие каждый как может еще раз такое впечатление что этот человек каждый раз умирает но она будет жить она будет долго жить и счастлива и до тех пор пока она не будет принимать себя принятие себя это понимание я что сейчас хочу мне это зачем я хочу сейчас торт или я хочу кусок хлеба с маслом и с колбасой или я хочу не знаю там творог или еще что-нибудь вот что я хочу не то что мне навязывать сейчас система вся навязывания нас заставляют чистить и зубы вот этой пасты потому что это необходимо кому неизвестно мы чего-то там без конца достойны нужно этому соответствовать личность размывается косметика платье все все идется на внешнее а душа да там как разум как как хотите называйте кому как удобно он протестует потому что каждый из нас в данный момент времени хочет именно того чего он хочет потребность она всегда внутренне ощутимо но в силу привычки что родители говорили подожди сейчас классно руководитель за придет и будет тебя ругать а мне будет стыдно ребенок автоматически стыд родителей которые они за ради запугивания ради того чтоб меньше было проблем с ребенком вешали на этого же ребенка ребенок это все собрал что я не соответствую какой-то планке что на мне стыд вина непринятие раздражение паника страх я это все нашу это вот такой огромная заплечная ноша которая давит и тянет тем более судя если модельной внешности у девушки ну такой немножко детский склад ума когда у нее есть там какие-то собственные представления жизни иллюзорные на землю она никак не хочет спускаться она никак не хочет глаза открыть единственное что я еще раз могу сказать возвращение к себе и самое главное принятие себя чтобы не говорили знаете есть такая мудрость не знаю чья даже если весь мир против тебя ты веришь самое первое самое главное в себя тогда все получится то есть прямом смысле вот подходя к зеркалу да начинать абсолютно осознавать что я делаю каждый день каждую секунду что я делаю и зачем я очень внимательно слушаю как ко мне относятся чего я хочу на данный момент я не с этим да они навязаны мне с этим человеком интересно я общаюсь я хочу идти на эту фотосъемку на эту работу я иду и получаю удовольствие не хочу я не иду и не получаю удовольствие и не разговариваю потому что люди как правило накопившие такое количество огромное внутреннего негатива они ходят и ищет на кого бы это все сбросить потому что это невыносимо физически и душевно духовно носить это все и вот они соприкасаются друг на друга почему подростки сейчас не могут выстраивать долгосрочные отношения потому что родителям говорят не доверяй никому родители это очень значимые люди если мама говорит ты понимаешь девочки все недоразвитые они все такие сяки ребенок мальчик ходит и понимает что недоразвитые и он другого не видит он другого не слышит почему еще раз очень важно остановиться ничего не рухнет и работа никуда не денется ни родители никуда не денется вы себя осознайте общие глазки на себя то откройте что у вас внутри на самом деле чего вы хотите куда вы идете и потратьте на себя ровно столько времени сколько это нужно все остальное будет складываться у человека если есть задача которая вы напрягает значит у него есть силы для решения его единственное нужно себе это позволить и отодвинуть все остальное ненужное которое там куда-то нужно идти с кем-то встречаться там где-то в ресторанных барах друзья я не знаю там друзья которые звонят да ты чё на славу берут остановитесь остановитесь и посмотрите на себя честно а я какая это такая подмена когда не хочу заниматься собой да то я начну да конечно мы у нас эти все мы всех спасаем только не себя самого у нас находится огромное количество дел для других для того чтобы мы же как заход ситуацию мы я своей подружке звоню нравлюсь не нравлюсь ей что-то делаю я ей помогаю но захожу я с одной мыслью я сейчас тебе сделаю а ты мне а ты мне скажешь какая хорошая подружка да не достаточно хороша ты я пошла копить туда 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 и чем больше это бед по замкнутому кругу чем больше я пытаюсь сделать кому-то хорошая нравится кому-то и понравится и жду тем больше я отравляю свой внутренний мир потому что все меньше и меньше подтверждения будет наоборот там мысль которая засела та установка с которой я иду по жизни то что я решила самой себе будет подтверждаться чаще и чаще а понравится всем все равно невозможно да и не нужно зачем мы же встречаемся с людьми не для того чтобы им нравится для того чтобы с ними взаимодействовать есть уровень взаимодействия договоренности эта работа друзья приятели там знакомы есть уровень взаимодействия любовь это чувство это внутреннее состояние принятия женщина и мужчина и мужчина женщины это совсем разные вещи а мы их пытаемся совсем спутать вот в объятиях там взаимозависимости такой падаем друг с другом подружки у нас там целуются обнимаются расстаться не могут или мы к мужчине или женщине на шею вешаемся так что он бедный задыхается ли она еле дышит уже мы же хотим вот так вот чтобы кто-то жил нашей жизнью мы немножко чужой для того чтобы понравится а потом ты так будь любезен мою жизнь проживать организовывая мне так чтобы сна меня все падала и падала мне говорила говорил каждый не что я замечательно и красиво и тогда мне будет счастья не будет я в тысячи раз говорю не будет счастье мы делаем для сами для себя если я сама не верю что я замечательно и красиво кто бы мне это не начнем с того что ни один человек рядом не выдержит вы поставьте себя на это место вы готовы кому-то на протяжении хотя бы недели пять часов в день рассказывать о том какой он замечательный и хороший и притом при всем не требовать ничего в заменах просто говорить с чувством с пониманием и с внутренней огромной верой чтобы не так да вот попробуйте получится у вас значит найдется такой который скажет вам это мы почему-то все хотим чтобы они исправились а не мы удивительно вот удивительно